У1, гамма-1, гамма-2, то это какая-то вот такая вот вещь, значит V, гамма-1, или же наоборот V, гамма-1, и тут у нас как бы стрелки должны опускаться на функции, вот, и да, и они могут знать, что вот как они будут опускаться, они будут вот так как-то опускаться, да, а нет, вот так они не будут, потому что мы уже у V убрали его аргумент, то есть у V ничего нет, они все опускаются вот отсюда, да, потому что у V уже использован его один как бы кососимметрический аргумент, то есть вот эта конфигурация даст нам в точности вот это, а вот это даст, значит, то, что у нас будет, что же у нас будет-то, это даст что-то еще, то есть нет, тоже не так все просто, наверное, ну, мне казалось, что вроде просто, просто, то есть, ну, хорошо, давайте мы в следующий раз это в деталях посмотрим, потому что сейчас уже времени не очень много, чтобы не импровизировать, вот, ну, вот случай, который я как бы разобрал, который мне кажется самый простой, такой понятный, это, ну, вот случай, когда у нас два бивекторных поля, вот, когда гамма-1 бивекторная и гамма-2 бивекторная, вот, тогда, значит, у нас, ну, как бы вот то, что тут было сказано, оно, естественно, выполняется, то есть, когда мы говорим о О1 гамма-1 и О1 гамма-2, у нас возникают какие-то такие ненужные нам сущности, а именно возникает вот, вот, хорошая сущность, это вот такое, вот, вот это, да, плюс, как бы, гамма-1, плюс вот такое, гамма-2, вот, гамма-1, вот это вот хорошая вещь, ну, хорошая, потому что они, как бы, такого типа, а не такого типа, вот, плюс возникает еще ровно, ну, так как по гамма-2 все, у нас должно быть всего же 3 факториал, но так как по гамма-2 уже все и так костсимметрично, то у нас должно быть 3 слагаемых, то есть, у нас возникает еще вот слагаемая, которая вот такого, а, нет, тут оно, значит, не возникает, я извиняюсь, но тут возникает слагаемые, которые нехорошие, вот, в каком смысле, что вот они вот так вот бьют, гамма-1, вот как-то, да, вот гамма-2, вот как-то так, или же сюда, да, сейчас, что-то я не то делаю, да, по-моему, или все правильно, сейчас, секундочку, не, не, все правильно, да, то есть вот такое, то есть у нас еще могут быть, как бы, какие еще могут быть, может быть вот такое тоже, да, гамма-2, гамма-1, ну, и какие-то там еще, когда у второй, у второй ноги это все происходит, то есть еще 2 могут быть, могут быть еще, когда вторая нога дифференцирует, да, то есть вот. Когда здесь гамма идет в одну ручку, 2 ручка, это 0, значит, да, это 0? Еще раз? Если с гамма идет в одну ручку, а 0? 0, да, потому что у нас же по гамма эти ребра входные кососимметричные, а выходные симметричные, да. Хорошо, что вы спросили на самом деле, потому что я в прошлый раз это говорил, но люди уже могли немножко забыть, вот, плюс, значит, вот такая, то есть тут получается существенно больше, да, вот всего, вот, то есть тут больше получается в том смысле, что возникает дополнительно вот 4 графа, вот, вот эти вот, которых нету, вот, если мы наоборот будем рассматривать такие вещи, но зато вот в таких вещах, в скобках, то есть давайте вот я буду понятно писать, ну, стараться, по крайней мере, а то с этими графами путаница может быть в написании больше, чем. Вот, значит, что у нас, да, в случае, значит, О1 от гамма-1, гамма-2, да, у нас получается, что они должны быть все кососимметричны, то есть с одной стороны у нас есть вот первые две стрелки, естественно, такое у нас есть, ну, плюс наоборот, я тут буду, да, плюс гамма-1, когда меняется с гамма-2, я просто не буду тоже ни тут, ни тут рисовать, вот, значит, вот, гамма-1, гамма-2, да, гамма-2, то есть вот эти вот, это у нас есть как бы, это наши первые два слагаемых вот в предыдущей части, но тут у нас возникает еще, вот, там возникает еще член, которого нету здесь за счет кососимметризации, и этот член выглядит вот так, вот это гамма-2, это гамма-1, вот мы вот эту его ногу посередину ставим сюда, а эта нога вот дифференцирует, вот, то есть смысл в том, что вот такого графа нету как бы в левой части, ну, то есть видите, да, у нас дефект этого, да, и на самом деле вот вся кососимметризация тут уже имеется, потому что по гамма-2 они уже кососимметричны, поэтому должно быть 3 факториал делить на 2, то есть ровно 3 графа, то есть вот это вот единственный, которого нету вот как бы там, плюс еще тут есть вот эти 4, которых нету тут. Да, 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 совершенно верно, да, 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 конечно, я понимаю, что вы говорите, вы говорите вот о таком, вероятно. Нет, это не 0, это совершенно не 0, это очень важный граф, но он просто, он очень важный действительно граф, но он, да, он, конечно, очень важен для того, чтобы вот убить, вот, то есть видите, у нас все графы делятся как бы на те случаи, когда у нас для, ну вот когда у нас как бы есть элемент, есть ребро из гамма-1 в гамма-2 или наоборот, и нет такого ребра. Ну, нет, этот граф, он важен, но он как бы, он вот фигурирует в У2. То есть, окей, раз вы об этом спросили, значит, давайте мы просто попробуем найти, по крайней мере, потенциально возможные сущности, границей от которых мог бы быть дефект между этими двумя выражениями. Ну, у нас как бы, видите, у нас вот все вот эти графы, которые у нас фигурируют, они содержат 2n плюс n на самом деле минус 3 ребра, да, вот можно даже посчитать. Вот здесь, то есть обычные графы, которые в УМ фигурируют, они содержат 2m плюс n минус 2, а тут получается на единицу меньше, причем совершенно неважно, это на единицу меньше, это может происходить за счет как вот такой скобки, так скобки Герстенхабера, так и Хокшинского диапенсала, но результат 1, на единицу меньше. Вот, и вот, например, можно вот здесь посчитать 3 плюс 1, это значит 2, 2 на 1, значит, 5 минус, а, нет, значит, минус 1, я очень извиняюсь, в другую сторону, да, то есть получается, что 3 плюс 2 минус 1 это 4, да, то есть вот получается, что 2m плюс n минус 1, то есть у нас тут получаются графы, у которых 2m плюс n минус 1 ребер, это не те графы, у которых 2m плюс n минус 2 ребра, вот это, это те графы, которые получаются как различные операции, то есть когда мы там берем либо границу Д Уитова, либо там какие-то скобки, понимаете, да, вот это получается графы такого типа, и вот здесь у нас все графы такого типа, а теперь вот у 2, ну вот, у нас должно быть как бы вот от гамма 1 уже гамма 2, вот это у нас должны быть графы такого типа, 2m плюс n минус 2, то есть у них должно быть тоже, если они действуют там, допустим, на две функции, как мы хотим, у них должно быть 4 2 на 2 плюс 2 минус 2, то есть 4, соответственно, ребра. И таких графов на самом деле, ну, на самом деле их 4 рассматривается, но один из них я просто выкину, я потом к нему вернусь, когда, потому что он тут нам не нужен, потом я к нему, он вообще не нужен на самом деле, ну, по крайней мере для этих вопросов. Вот, значит, тут такие замечательные графы. Гамма 1, будем знакомы, так сказать. Вот, вот здесь теперь, когда, значит, то же самое, только когда вот гамма 2, когда гамма 1, оно, значит, дифференцирует вот эту ногу, вот, вот это гамма 2, и вот, собственно, вот этот ваш, который вы предложили, это гамма 3. Ну, и, в общем, все. Вот, и мы хотим теперь найти какую-то взвешенную комбинацию, то есть мы хотим вот этот взять с коэффициентом а, это некое число, этот с коэффициентом b, и этот с коэффициентом c, таким образом, чтобы d от этой линейной комбинации была, собственно, разница между нашими двумя выражениями для вот этого и для этого, да? Ну, это очень легко сделать, почему нет? Давайте сделаем. Вот, значит, смысл в следующем, что мы как бы, вот, да, то есть смысл вот в чем, что мы должны как бы взять некий граф, вот, который у нас появляется тут, а, то есть, вот, граф, например, такого типа, то есть 2m плюс n минус 1. Ну, вот, например, мы можем взять, вот, вот мы возьмем, допустим, вот будем рассматривать только случай, когда есть стрелка между гамма 1 и гамма 2, да? Вот, тогда мы, значит, вот возьмем вот такой граф, вот, который там выше изображен. Еще раз? Вот здесь. мы вычитаем одно из второго и вот эти два они на самом деле тоже не сократятся они не сократятся да потому что они же идут с разными сейчас да они идут с разными коэффициентами потому что видите у нас вот здесь вот будет коэффициент 1 факториал совершенно верно да да то есть вот здесь будет 1 на 3 факториал потому что тут три стрелки да то есть одна 6 а тут будет два раза на единицу на 2 факториал. То есть будет 1,4. Тут будет 1 на 2 факториал тут и 1 на 2 факториал тут. То есть будет 1,4. Вот это, кстати, то место, за которым я сегодня плохо спал, потому что я что-то вечером не сумел его продумать до такой явности, чтобы вам рассказать. И поэтому как-то оно вертелось в голове, но утром я уже как бы сообразил. Вот. Не, ну потому что хотелось вот это вот показать именно в таком виде, на самом деле. Ну вот, теперь, значит, что мы делаем? Мы, ну давайте мы, ну да, то есть вот мы берем, значит, мы хотим написать некие линейные условия на наши вот эти А, Б и С. Вот. И, ну, мое мнение, что у нас, значит, здесь будет коэффициент примерно 1,12, здесь примерно минус 1,12, с точки зрения наоборот. А здесь вот про С я не смотрел. Ну мы сейчас вот у нас в этих графах вот-вот в таких, значит, С не будет. Значит, вот, смотрите, мы можем, ну вот мы можем на самом деле вот этот вот граф, например, вот мы берем какой-то граф типа 2М плюс Н минус 1, то есть который получается как операция. И смотрим, как операция от чего, от каких вещей он получается. Но он может получиться на самом деле и отсюда, и отсюда, правильно? Вот, например, причем многими способами. То есть он, а также вот отсюда. Да, то это, нет, шею сказать. Сейчас, то есть у нас, у нас может быть, что вот, вот я хочу рассмотреть, например, значит, вот такой граф, вот, и теперь каким образом он у меня может получиться в правой части. Ну, значит, я, идея такая, что я беру как бы и некоторые ребра, я делаю такие, ну, мы все потом это скажем как бы честно, сейчас я просто объясню. Мы делаем такие, как бы их уменьшаем до бесконечно малых. То есть тут у нас получается вот как бы такая картинка, и когда мы вот это ребро делаем бесконечно малым, это у нас на самом деле будет гамма 1, как бы гамма 2. То есть идея в том, что у нас вот одно и то же выражение, оно может появиться, вот, например, оно появляется каким-то образом здесь, оно появляется каким-то образом здесь, и оно еще появляется каким-то образом от D, от наших новых графов, вот от этих U2. И мы хотим как бы вот все, вот на самом деле смысл в том, что мы хотим по графу типа 2m плюс n минус 1 понять все возможности откуда он может появиться ну и на самом деле смысл в том что для того чтобы это понять мы его должны вырождать вот одно вырождение это такое другое вырождение это вот такое вот и это у нас понятно что это когда мы делаем такую вот подстановку типа гестенхабера да и еще другое вырождение это вот когда мы сближаем вот эти два ребра вот эти две точки делаем вот бесконечно близкими то есть у нас как бы есть вот три возможности получить этот граф вот здесь это я беру вот этот граф который у нас называется гамма-2 и я применяю вот дифференциал хоккшильда вот к этому вот аргументу то есть я вот в эту функцию сажаю произведение двух функций f2 на f3 естественно я получаю вот такой граф где тут сидит f2 тут f3 ну как одна из возможностей я много чего получаю то есть короче говоря вот у меня этот граф для то есть я хочу чтобы у меня значит было верно следующее что у 1 от гамма-1 гамма-2 минус там у 1 от гамма-1 на у 1 от гамма-2 вот было равно д ну д тут можно так написать д у 2 от гамма-1 гамма-2 где вот д у 2 это в 2 это по определению сумма вот это плюс это плюс это да допустим я хочу подобрать вот эти коэффициенты но я теперь говорю что вот возьму любой граф степени там 2m плюс n минус 1 он может появиться таким образом он может появиться таким образом он может появиться таким образом то есть как поле дифференциальный оператор инвариантный это во всех трех случаях это будет такой граф поэтому вот эти вхождения должны как бы все вместе сократиться и дать 0 то есть значит теперь у меня вот вот конкретно что у меня тут получается когда я делаю вот это у меня получается коэффициент единица на 3 факториал потому что это ну как бы это вот хокшильд костер-разумберг где вот я сюда сажаю скобку вот этих поливертонных полей то есть тут будет 1 6 тут будет 1 4 2 раза на 1 2 потому что там потому что если он уже появляется из левой части у из уодинов я уже знаю его вес да там допустим у меня был один их есть только хокшильд костер-разумберг я говорю окей допустим я верю что это факториалы обратные тогда значит здесь 1 6 а тут два раза 1 2 1 4 понятно да что она 1 2 вот здесь и 1 2 вот здесь я одну одну вторую подставляю как бы в другую 1 2 ну потому что я беру вот у 1 от там от гамма-1 и применяю его к f1 допустим там нет у у 1 от гамма-2 там от f1 и дальше f2 да то есть вот здесь вот у меня есть одна вторая отсюда и 1 2 отсюда ну поэтому одна четвертая я написал а здесь я не знаю что здесь это вот граница вот этого графа то есть это b ну и таким образом у меня получается соотношение типа что одна шестая плюс минус там плюс минус 1 4 плюс минус b должно быть равно нулю это не он есть потому что у него три функции то есть нет граф у меня вот такой но просто когда я как бы сближаю вот эти два конца то я морально как бы сажаю вот сюда вот произведение f2 f3 и дальше по правилу лебнице я говорю что у меня вот одна нога бьет на f2 а другая нога бьет на это есть другие возможности но есть в частности такая да его пока нет потому что у нас пока есть только графов где есть ребро между я просто вот пока между гамма-1 и гамма-2 я просто показываю вот как бы как это работает то есть у нас вот есть один такой граф и для того чтобы вот это вот тождество выполнялась вот это у нас всевозможные вхождения как поле дифференциальный оператор вот этого графа должны сократиться дальше мы смотрим а где эти возможности откуда они появляются вот они появляются на самом деле из разных источников и геометрически это будет означать следующее что у нас есть некоторое такое вот конфигурационное пространство у которого есть граничные компоненты и мы вот сами вот эти веса w гамма у нас будут заданы как некоторые как бы интегралы по конфигурационным пространством а дальше у нас будут страты к размерности 1 и вот эти вот интегралы взятые по стратам к размерности 1 будут равны там они факторизуются то что называется они будут равны произведению двух интегралов по там двум некоторым граничным стратам, что ли. Вот. И дальше у нас вот какие-то вот эти вот факторизованные выражения по всевозможным переходам границы. То есть у нас как бы есть некое такое вот многообразие, грубо говоря, и есть вот его компоненты границы к разуменности 1. И грубо говоря, вот эти вот, например, три вот эти ситуации, которые вот эти три вырождения. Я же не даром сказал, что это вот как бы вырождение. Либо я вот это вот делаю близко, да, либо, либо вон вот то, либо вот это делаю маленьким, либо вот эти точки сближаю. Это на самом деле в точности вот эти вот вырождения в конфигурационном пространстве точек. Спасибо большое. То есть вырождение в конфигурационном пространстве точек. И у нас, значит, в принципе, вот у нас есть тут некоторый, значит, интеграл, некоторые формы, там какой-то по конфигурационному пространству, и дальше, ну, форма замкнута, поэтому, значит, вот d омега равна нулю, поэтому, значит, вот интеграл d омега, он равен нулю, и с другой стороны по формуле стокса он равен, там, по некоторому конфигурационному пространству, вот, он равен интегралу, там, по конфигурационному, по d от этого конфигурационного пространства омега. То есть дальше у меня d от этого конфигурационного пространства, это сумма по всем возможным вырождениям корразмерности 1, и это мне даст именно то, что вот эти как бы коэффициенты, они всевозможные, вот как бы каждая компонента границы будет соответствовать появлению вот этого графа, вот этот вот, то что у меня вот эта форма, она связана с этим вот графом. Вот этим вот. А дальше его всевозможные компоненты границы связаны с его появлением как бы в правой части. То есть он может появляться из разных источников. Эти разные источники будут один к одному с гранями коразмерности 1. И то, что вот эти коэффициенты все там друг с другом сокращают, это просто проявление формулы стокса. Вот так это будет работать. Да, 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 как так. Что? Ну да, потому что это интегралы, там это будут формы. Ну давайте мы про интегралы поговорим. Ну это будут сложные интегралы, невычислимые что ли, частные. Я, например, не особо круто считаю интегралы, но в принципе вот Максим считает их очень круто, но он какие-то вот они невычислимые вот эти. Потом он придумал там упрощенный пропагатор, который там позволяет больше интегралы вычислить, там какие-то вычислил. А вот здесь это все вот такие какие-то. Тут общий граф такой, его интеграл невозможно вычислить. Да, 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 это будет конференциальное пространство, у которого будут, значит, такое конференциальное пространство. У вас есть N точек вот внизу, ну М точек наверху, вот. Значит, вот М точек наверху. И дальше это конференциальное пространство, то есть это там вот Z1, там ZM, верхней полуплоскости, которые ZI не равно ZG, и вот X1, XN. Не равно ZG, и вещественная часть этих самых ZI положительна. То есть они должны быть строго в верхней полуплоскости. И вот эти вот точки, N точек, на тоже XI не равно XG, на вещественной прямой. Дальше у вас на всем вот этом, ну я сейчас комка напишу, ну вы спрашиваете, что? Вот, значит, дальше на всем вот этом, то есть это некое конферкционное пространство, которое называется, значит, вот, я хотел вообще, вот думал, что просто вот будет интересно рассказать, как эти там коэффициенты подгоняются, а вы спрашиваете, а как это на самом деле, типа. Вот, да, значит, вот еще, давайте напишу, вот, значит, конферкционное пространство будем называть конф там MN, это M точек, там, Z1, ZM верхней полуплоскости, строго верхней полуплоскости, да, там, вот, значит, ZI не равно ZG, и X1, XN, вещественной прямой, вот, XI не равно XG. И дальше по этому делу действует некая двумерная группа, которая пишется таким образом. Ну, очень простым образом, очень простая группа, она просто берет и там ZI или XG переводит в A ZI плюс B, и вот это A XG плюс B, где A и B это вещественные числа, и A положительное, строго положительное. Вот, то есть это такие растяжения и сдвиги в горизонтальном направлении. Вот, а дальше, значит, теперь вот у нас граф, да, раньше я объяснил, как я, значит, каждому графу ставлю в соответствие какой-то оператор, а еще каждому такому же самому графу ставлю в соответствие некую форму омега-гамма, и чтобы построить такую форму, я должен взять вот и ту точку, и житую. Тут у него будет какое-то ребро. Ну, сначала я рассмотрю две точки. Вот давайте две. Значит, вот если у меня есть две точки, там, один и два, вот, то я сначала построю один форму на этом конфигурационном пространстве, то есть либо конф 2.0, либо конф 1.1, когда одна из этих точек садится как бы напрямую, да, то есть вот эта форма, она единообразно строится, это угол в плоскости Ловачевского, то есть это, значит, нужно взять вот через эти две точки, провести окружность, которая, значит, перпендикулярна вот этому самому прямой, взять вот такое, взять вот этот угол фи, и, по-моему, что-то там с ним еще сделать, сейчас, я не помню, по-моему, надо какой-то, то есть надо взять dфи, еще его, небось, на что-то надо поделить, только я забыл. Сейчас я погляжу, ладно, с вашего позволения, на что его надо, значит, это самое поделить. Сейчас, ну, где-то там в начале написано. Да, вот, ну, он пишется еще там как-то, там через комплексно сопряженные. Нет, dфи его надо на 2п поделить, я думаю, да, то есть его нужно поделить на 2п, то есть, сейчас, ну да, наверное, на 2п его нужно поделить, чтобы тогда это просто вот d, где писал, вот d, вот это фи, и наша форма это dфи делить на 2п, но я насчет делить или на 2п и, вот я, честно говоря, вот не уверен со всем вот этим. Давайте вот насчет того, на что его поделить, я себя поправлю в следующий раз, потому что я это не особо готово. То есть вот, короче говоря, вот получается такой угол, на самом деле этот же угол, он пишется там как через эти комплексно сопряженные, из чего становится очевидно, типа двойного отношения, из чего становится очевидно, что он инвариантен относительно этой группы. Вот, пишется он, значит, сейчас погляжу, каким-то таким вот образом, то есть пишется он как логарифм, значит, от на 1 на 2и, значит, q минус, вот q и p это вот эти две точки, значит, q минус p на q с чертой минус p на q минус p с чертой и на q с чертой минус p с чертой. Вот, ну и просто каждая, ну так у нас а вещественная и b вещественная, в общем, совершенно очевидно, что эта штука, она инвариантна, да, относительно этого сдвига. Вот, на самом деле там есть более хитрая вещь, что вот можно то же самое сделать без второго, то есть только вот взять отношения двух вот этих, и тогда на самом деле интегралы легче считаются. Но там какая-то более сложная на самом деле наука, там другие конкурекционные пространства. В общем, короче говоря, теперь вот у вас есть граф. У него есть много ребер, и на самом деле вот там есть комбинаторные данные в этом графе, что вот эти все ребра, исходящие из каждой вершины, должны быть упорядочены. То есть чтобы вы могли, то есть ваша идея, что вы хотите взять вот эту вот один форму, ну то есть что вы делаете, вот если у вас есть либо конф, вот если конф там м, м, н, то вы можете, если у вас есть ребро, то это ребро определяет вам, если это ребро между двумя точками на плоскости, оно определяет отображение в конф 2.0, то есть не конф, а уже вот по модулю, ну да, по действию группы. Или если это ребро вот такого типа, то оно определяет отображение в конф 1.1, да, то есть вы просто забываете все точки, кроме, и ребра, кроме вот эти две точки, вот ребро, оно у вас определяет. Вы выбрасываете все точки, кроме этих двух. После этого у вас вот здесь или вот здесь есть один форма. Собственно, здесь это то же самое. Вот вы берете там угол, тут просто уже у нас граница. Тут у нас, если вот такой, то это будет равен нулю, соответственно. А вот такой вот может не равен нулю. То есть вот как-то так. То есть это какой-то угол. То есть вы берете вот эту вот один форму, поднимаете ее сюда. То есть берете там е со звездочкой от этого фи. Где, ну, где, ну, д фи там на 2 пи, вот соева. Вот. И после этого вы хотите вот здесь уже вот все вот эти один формы перемножить. Ну, для этого вы должны знать там в каком порядке их перемножать. Для этого вы там фиксируете, соответственно, там, ну, вершины у вас пронумерованы. Еще вы как бы должны, ну, в общем, в принципе, у вас уже достаточно информации, потому что все уже там пронумеровано. Можно уже ничего не фиксировать. Не, ну, вы должны определиться со знаком, конечно. Ну, то есть нет, нет. Просто, просто, ну, поэтому нумерация, ну, та или иная индексация точек, она, естественно, должна входить. Вы должны как минимум знать, в какую точку ставить какую функцию, какое поле, верховное поле. Ну, дальше вы уже, в принципе, если у вас как бы уже точки и вверху, и внизу, и на полуплоскости, и на прямой пронумерованы, тогда у вас как бы все исходящие из каждой точки на полуплоскости ребра, они тоже, соответственно, индуцируют некий порядок, на них есть индуцированный порядок, поэтому нет проблем. Ну, короче, слушайте, я об этом сегодня не предполагал говорить, но как-то так спонтанно получилось. Ну, в общем, на самом деле вы строите по каждому графу вот такой вот оператор, как я в деталях объяснял по теории инвариантов, и строите некую форму. Эта форма будет старшей степени. То есть, видите, вот это пространство, оно тут двумерная группа действует, поэтому у него размерность 2m плюс n минус 2. И ребер тоже 2m плюс n минус 2. И вот в этом как бы некая консайденс, так сказать. И смысл в том, что вы берете открытое, это открытое пространство, вот размерности 2m плюс n минус 2, и по нему интегрируете, значит, вот эту форму. Ну, могут быть какие-то теоретические бесконечности и так далее. А дальше вы, собственно, спрашиваете, окей, ну а вы же хотите, вы же мне тут, типа, вы можете меня спросить, ты уже объяснял нам, что тут какие-то границы, открытое многообразие, какие там компоненты границы, что вообще такое. Ну, это будет очень закономерный вопрос. Поэтому для того, чтобы вот, тем не менее, компоненты границы были, вам нужно это все дело компактифицировать. Причем компактифицировать таким образом, чтобы эта форма на компактификацию гладко продолжалась. Вот, и вот это, собственно, и делается. Вообще, вот это такой вот один из основных методов, которые Максим в то время имплементировал всячески, вот, как бы переводы физики в математику, то есть это всегда происходит под непосредством некоторой компактификации. и применение, ну, это, конечно, глупо сказать, что было бы сказать, что этим все ограничивается, но вот как бы некоторое, вот как бы вы делаете из открытого чего-то такое особое с границей, и дальше применяете формулу стопса. Добавляем, добавляем, но интеграл от этого не изменяется. Вот интеграл как... Да, вот именно, да, что концептуально то, что на границе, соответствует всевозможным вот этим вот перетягиванием. Вот конкретно для этого графа, вот я все три перетягивания, которые вот допустимы, я тут нарисовал как бы. И они как раз соответствуют тому, откуда вот данный полидифференциальный оператор может... Всевозможные его источники из вот как бы левой части... Ну, да, вот это вот тождество, вот левая часть, правая часть. То есть вы должны доказать некое тождество. Вот один и тот же граф с разными коэффициентами возникает в разных членах этого тождества. Не, добавится ровно то, чтобы вы могли делать какие-то точки бесконечно близкими. Вот, например, вот в этом случае я говорю, что вот вы сближаете вот эти две точки. На самом деле это означает, что вы вклеиваете страт, когда некоторые точки бесконечно сближаются. Вот, ну мы об этом поговорим. Ну, только мы сначала делаем, мы сначала определяем независимо от графа компатификацию, компатификация не зависит от графа. А потом так оказывается, что для каждого отдельно взятого графа всевозможные его вот связанные с ним переходы на границу, это в точности всевозможное как бы появление этого полидифференциального оператора в нашем тождестве. То есть теоретически можно делать этот переход, поэтому можно определить некоторое многообразие, сразу на базу? Ну, можно, можно, да, ну попробуйте его определить, но в принципе мысль, я вам сказал, что на самом деле вот просто первая мысль, что мы хотим подобрать коэффициенты, вот просто вот как в химической реакции. Я очень плохо знал химию, вообще не знал в школе, но в какой-то момент я понял, что это на самом деле задача подбора коэффициентов. Вот примерно то же самое, химия такая. Вот вы хотите там подобрать коэффициенты, ну а дальше вы как бы говорите, что ну вы в каких-то, таких простых примерах можете их подобрать. Вот, например, этот у вас 1 четвертый, этот 1 шестая, и вот у одного вот из этих двух графов, вот как я прикинулся сегодня, нужно взять 1 двенадцатую и минус. В частности, вот это вот с какими-то коэффициентами должно быть равно нулю. В общем, можно выписать для трех графов, и там действительно получается, что 1 четвертая, 1 шестая, 1 двенадцатая и минус 1 двенадцатая подходят как бы. Ну вот, а дальше, значит, вот просто а каков общий смысл? Вот, а общий смысл вот такой, да, что вы как бы это все делали, ну если о математической вещи говорить, что вы все вот это дело интерпретируете через формулы стокса и страты по размерности 1 в некоторой комплектификации. Вот. Наверное, мне кажется, сегодня хватит. Я уже и так дольше проговорил. У меня будет втык вот от Аршака, потому что он сказал, что нужно... Ну извините, я уже вопросы задавал, я не виноват. Будем стараться укладываться в временной регламент. Продолжение следует...